Ого, где это? Это реально? Дискотека в 90-х? Засидевшихся 40-летних фотографов? Работают, работают, работают и работают. Какие-то вот детали, которые тебя формируют. Каждый из нас где-то в душе хочет постоянно ездить. Нет, это нельзя говорить. Дорогие друзья, привет! С вами канал Будь в фокусе. Меня зовут Старков Юрий и наша рубрика Будь в тренде. И сегодня у нас в гостях представитель, наверное, молодой фотографии Украины, Анечка Георгиевна. Привет! Аня занимается фотографией. Сегодня мы много чего с ней обсудим. По фотографии, по трендам, по инстаграму, по стокам. И для меня это очень прикольно, потому что мы много зовем очень матерых, очень известных фотографов, которые рассказывают все со своей колокольни. А вот, на мой взгляд, вот такого молодого взгляда и молодых трендов на все то, что происходит, очень не хватает. И поэтому я затеял всю эту штуку, все это интервью, потому что я понимаю, что Аня знает больше меня в инстаграме, в фотографиях. Я открыто это признаю. И мне бы очень хотелось, чтобы мы как раз сегодня все это обсудили. Спасибо! Расскажи, пожалуйста, сколько ты занимаешься уже фотографией? Как пришла в фотографию и вот как пришла к тому, на что ты снимаешь, что вообще делаешь? Два года назад я начала заниматься этим более целенаправленно. И знаешь, с чего это началось? С тех пор, когда меня вот просто взяли вот так с ручкой от Вилли и сказали, Аня, давай пойдем на инстамид, я тебе покажу, кто такие фотографы. И вот я тебе скажу, что когда я пришла, я увидела абсолютно другой уровень фотографии, который был два года назад. Меня это настолько вдохновило, что я решила, вот все, я покупаю камеру, я начинаю снимать. Понятно, что сразу я не пришла к камере. Сначала я снимала на пятерку, потом я себе купила все-таки Canon 1100D. И вот тогда я могу сказать, что пошла жара. Это пошла именно вот та съемка, которая постепенно захватывала меня все больше и больше. И это настолько вдохновляло ежедневно, что я решила, что я хочу посвятить этому как бы и дальнейшую работу. А сейчас на что ты снимаешь уже? Сейчас я снимаю на 70D, но в следующем году. И у меня стоит небольшая такая цель поменять его на 6D Mark II. Скажи немножко более подробно, что такое инстамид. Потому что понятно, что когда ты внутри тусовки и у тебя популярный инстаграм, в котором более 70 тысяч подписчиков, правильно? Да. В котором 3,5 тысячи лайков под фотографией. Ты в середине этой тусни, ты понимаешь, что такое инстамид. Но, уверяю тебя, нас смотрят люди, у которых еще не зарегистрирован инстаграм. И вам за это должно быть стыдно. Потому что это сумасшедший тренд, такой же, как и ютуб. И вы не можете его игнорировать, либо вы останетесь за бортом. Нужно регистрироваться. И сегодня мы об этом тоже поговорим. Расскажи, что такое инстамид. Инстамид – это когда есть общая тематика. Допустим, в мировые инстамиды проходят так. Инстаграм задает какую-то тему, допустим, доброта. И в каждой стране есть, в каждом городе определенное количество людей, которые собираются и по этой тематике делают какие-то фотографии, выкладывают под каким-то определенным хештегом. И разбирают их все вместе. Да, в принципе, они все пересматривают. Это определенные эмоции, обмен какими-то знаниями. И на самом деле это даже не столько, чтобы просто прийти, пофотографировать. Ты приходишь, ты вливаешься в атмосферу, у тебя новые идеи. И у каждого человека какие-то знания и какие-то возможности, которые он может тебе передать. Ты настолько со всех сторон собираешь, от одного фотографа, второго, третьего. И ты такой, о, класс, родилась еще одна идея. А с этим человеком могут сделать другое что-то. Это обмен знаниями получается? Да, получается такой обмен знаниями, ну и в принципе обмен фотографиями и контактами. А где происходит эта штука? В кафе? В коверке? Почему? У нас два года назад, как раз таки, когда я вот именно попала в Инстаграм, был выездной Инстамит в Бакоте. Мы поехали, и для меня это был, конечно, первый такой вот вы с огромным количеством людей. Мы приехали на два дня на Мировой Инстамит, чтобы просто поснимать. И я тебе скажу, на 55 человек, ты можешь себе просто представить, какое количество фотографий там было. Все уникальные, все какие-то неповторимые, потому что каждый видит этот кадр по-другому. А можно, к примеру, вот просто у нас в офисе в Киеве сделать Инстамит, что мне нужно? Выступить организатором, пустить какой-то хэштег. Что мне нужно сделать, чтобы сделать в офисе Инстамит по флэплею, к примеру? Ты просто собираешь людей, которым интересно просто пофотографировать на камеру, либо на телефон. И эти же единодумцы, почему именно Инстамит, он собирает людей, которым интересно фотографии. И задается тема, и они под эту тему уже начинают какие-то свои идеи придумывать, фотографии, позы. И в принципе, я думаю, в офисе это вполне возможно. Как ты пришла к заработку на фотографии? То есть на чем ты сейчас зарабатываешь на фотографии? Как ты к этому пришла в своем молодом возрасте? Тебе 19 лет, это очень крутой результат. Я тебя поздравляю, ты динамично развиваешься. Как ты пришла непосредственно к заработку? С чего ты начинала? Может, помнишь, за что получила первые деньги за фотографии? Ты знаешь, мне очень нравилось сделать фотографию. И, по-моему, первые мои съемки, в принципе, были бесплатными. То есть для того, чтобы просто отснять портфолио. А потом мне предложили отснять меню. То есть я ушла в предметную съемку, вот, Flatlay, которые были актуальны как два года назад, так и на сегодняшний день. И когда я просто получила первые деньги за съемку меню, когда я увидела именно распечатанное это меню, и такая вот самая гордость за самого себя, что вау, это классно. То есть и на то время у меня было 17, да. И я так открываю, ого, это круто. Это как бы поднимает твой уровень, и ты становишься более уверенным в том, что, боже, ты еще впереди можешь добиться. То есть тебе 17, допустим. Ну, ты становишься увереннее в себе. Мы вот очень много подобных тем поднимаем, что нужно, во-первых, печатать книги, печатать фотографии. И когда ты, как фотограф, даже если ты поснимала бесплатно Love Story, напечатала книгу и просто отдала ее клиентам за 1000 гривен, у тебя появляется ощущение, что ты достигла какого-то продукта, ты создала этот продукт. Да, ты сделал что-то крутое, и это крутое будет продолжать давать эмоции людям, которые будут несколько раз пересматривать эти же снимки, и будут говорить, да, вот Аня нам сделай, или да, вот Юра нам сделай. Класс. Прикольно. Хорошо. То есть ты началась с меню. Как дальше начало развиваться все? Как ты перешла к Инстаграму? Когда ты в нем зарегистрировалась? Нет, в принципе, оно наоборот все получилось. Я сначала занималась Инстаграмами, снимала, 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 и в один момент мне предложили, Аня, нам сделай. И от этого у меня уже пошла параллельно съемка для Инстаграма, как travel фотограф, и еще съемка в Инстаграме была всякие flatlay. На то время это очень динамично развивалось. Я делала и flatlay, и параллельно какую-то предметную съемку, и фудсъемку. На сегодняшний день очень актуальна профессия как контент-менеджер, и просто как бы объяснить те люди, которые делают фотографии для какого-то бренда именно при помощи flatlay, или просто вот так вот предметная съемка. То есть брендам в мире становится важен визуальный контент, и непосредственно фотографы сейчас, оно чуть-чуть трансформировалось из просто зеркальной фотографии, возможно, даже в мобильную. То есть ты можешь как контент-менеджер прийти, просто на столе какому-то бренду что-то поснимать на айфон, красиво обработать, отдать им. Они выкладывают в Инстаграм, получают деньги. Все в плюсе. На самом деле просто все стало настолько просто за счет того, что именно в айфоне, как я, в принципе, с него и начинала, хорошая камера. И также ты просто начинаешь щелкать, и ты понимаешь, что он может больше, чем ты думал. В принципе, просто надо это увидеть под другим ракурсом. И что, в принципе, имея телефон, можно хорошо зарабатывать, потому что это доступно всем. Очень круто. Ты сейчас больше позиционируешься как тревел и предметный фотограф. Ты много ездишь и снимаешь. Вот последняя поездка, если посмотреть в твоем Инстаграме, очень яркая, интересная в Карпаты, на клевых машинках, где ты поснимала клевый контент. Вот как сейчас происходит вот это вот твое направление, как оно развивается? Да, на самом деле, ты прав. У меня есть два разных направления. Это travel и предметная съемка. В travel фотографии мы ушли в сотрудничество с большими компаниями. Мы немного посмотрели западные тренды. И оттуда мы решили, что почему бы не сделать такое же у нас в Украине, поскольку эта ниша, в принципе, не занята. И как бы мы можем в нее направиться. Мы начали ходить к компаниям, с ними общаться. Сначала они нас не понимали два года назад. Год назад уже больше компаний начало откликаться. А сейчас я тебе скажу, что рынок очень даже открыт для таких предложений. То есть вы идете в компанию, договариваетесь на создание какого-то проекта, продукта и едете снимать им контент, по сути. Правильно я понимаю? Ну, по факту мы сначала создаем проект, то, как мы хотим. То есть придумали идею, придумали, куда мы едем, разработали маршрут. И потом уже мы производим поиск партнеров под эту поездку. Слушай, ну вот действительно, ну, ребят, я реально вдохновлен. Мы сегодня много общаемся с Аней по поводу того, что человек вот там в 17-18-19 лет сумел найти применение себе фотографии и достаточно уверенно себя чувствую. То есть многие, кто нас смотрят, вам может быть 25-30 лет. И вопрос в том, что либо не туда копаете, либо, получается, не тем, может быть, занимаетесь. Что нужно следовать трендам и тому, что меняется. Потому что для меня, допустим, Аня представитель, наверное, какого-то нового поколения людей, детей, которые видят по-другому, мыслят по-другому. Потому что там, ну вот мне, к примеру, да, там 30 лет. Я там рос на прочтении, наверное, книг. То есть у нас есть какая-то там определенная разница, да, в возрасте. И, грубо говоря, мышление все равно меняется. И это очень круто, что, ну, то есть ты видишь, что можно там брендам просто продавать фотографии, которые ты снимаешь на iPhone, правильно обработаны, потому что им нужна контент-стратегия. Ну, на мой взгляд, это гениально. Ну, ты знаешь, мне казалось, что вот я приду к брендам, они мне скажут, что нет, ты еще маленькая, такого не будет. И на самом деле площадка Instagram, она стала как бы толчком для того, что можно это сделать. Просто ты делаешь крутое портфолио, ты приходишь, показываешь, люди соглашаются, что да, мы такое хотим, мы будем над этим работать. Но потом, когда начинают узнавать твой возраст, они все же сомневаются, но мы же работаем не для того, чтобы посмотреть на возраст фотографа, мы работаем над качеством. Да, и вообще мир меняется. Ну, в принципе, да. Человеку в 16 лет можно прийти и создавать бренда, ну, то, что им интересно. Вот у тебя популярный Instagram, расскажи про его развитие, как ты его развивала, когда это началось, что ты туда сначала постила, как ты нашла свой фокус в Instagram, то есть что там должно быть, в каком стиле он должен быть. У тебя есть большое количество целевой аудитории, да, которой ты понимаешь, как общаться, ты понимаешь, что выкладывать, как вызывать их на диалог, потому что у тебя большое вовлечение, у тебя не мертвые подписчики. И вот как происходило твое развитие в рамках приложения Instagram, с чего ты начинала, как сформировала свой стиль, как ты поняла, в каком направлении двигаться? Ты знаешь, я недавно анализировала свой профиль, я всегда думала, что у меня очень много, как бы, молодежи моего возраста, но, как оказалось, это сегмент 24 и старше, и, в принципе, это те люди, которые любят фотографию и, в принципе, путешествия, хотя я всегда думала по-другому. Я когда начинала, я ставилась себе за цель, чтобы просто вот общаться с аудиторией и вести какой-то свой личный блог. Люди приходили, приходили, я писала о том, о чем хотела, как бы для того, чтобы расширить какой-то спектр, чтобы блог был интереснее, то есть и о том, и о сём пишет, но потом я поняла, что нельзя писать обо всём хорошо. Я направилась по предметным съёмкам и конкретно вот по путешествиям. И в последнее время я смотрю, что даже год назад, когда начал прирост подписчиков, он начался с того момента, когда я начала именно вот путешествие, начала ездить. Люди приходили, 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 и до сих пор какое-то новое путешествие сразу повышается, активность аккаунта намного, людям сразу интересно, ого, круто. И тем более, что мы производим все поездки в рамках Украины, то есть никто не знает, там действительно были такие локации, как Соколы на Локодо, до которого просто нереально добраться, никто о нём не знает. Но мы туда добрались, мы показали, все говорят, ого, где это? И мне кажется, что вот такие вот проекты, они вызывают интерес, и от этого уже начинают приходить какие-то подписчики заинтересованные, потому что в принципе люди сейчас как бы боятся за границу выйти, ну и выехать в принципе, поэтому они ищут, что можно посмотреть в рамках Украины. И в принципе Инстаграм даёт возможность для того, чтобы показать, что у нас есть. То есть ты объединила фотографию, путешествие и в принципе демонстрацию нашей страны, да, с другой стороны, показать её более красиво, и показать, что у нас здесь тоже круто, и там те же Карпаты, Одесса, вообще можно бесконечно путешествовать. Знаешь почему? Просто я училась, я очень хотела стать туристическим менеджером, я в принципе и закончила туризм, но как-то с туризмом у меня не срослось. Я больше себя чувствую не как туристический менеджер, не как тот человек, который продаёт, как человек, который показывает, что у нас есть, и вот в таком вот именно ракурсе зазывает людей. То есть пока я не пойму, что у нас есть, и как, и насколько оно красиво, и как туда добраться, я не смогу людям сказать, что да, доберитесь, там классно, но не скажут, а нет, у нас там дороги плохие. То есть пока я сама не проверю, не скажу, да, вот туда поедите, я этого не буду рекомендовать. Именно поэтому я решила, что я буду соединять туризм с фотографией, именно со стороны фотографии. У тебя профиль Инстаграм переведён в бизнес, да, страницу? Да, да. Вот как ты оцениваешь тренды? Снижает Фейсбук твои охваты непосредственно аудитории за счёт того, что твой Инстаграм профиль в бизнес аккаунт переведён? Ты знаешь, есть очень много мнений по поводу этого, и я тоже отслеживала, как бы мониторила. Мне кажется, что тут настолько плавающе всё, что думаю, что нет какого-то единого ответа и единого мнения на этот вопрос, потому что он настолько разнообразный. И каждый день Фейсбук разные алгоритмы включает. То есть сегодня твоя фотография понравилась потому что «А, завтра твоя фотография понравилась потому что ба». И отследить вот это постоянно невозможно. И после завтра «А, уже не понравилось». Да. Ну, прикольно. Как часто ты делаешь публикации? Ну, просто чтобы подписчикам было интересно узнать рекомендации какие-то. Ты знаешь, я поняла, что не надо делать публикации, если тебе просто нечего публиковать, так же, как и не надо какие-то старые там архивы доставать, потому что это, в принципе, уже никому не интересно. То, что тебе актуально, ты публикуешь сейчас. У меня бывает такое, что я могу там три дня не публиковать, неделю, а потом по несколько публикаций за день. И, в принципе, я скажу, что статистика от этого, в принципе, не меняется. Ну, есть мнение, что типа, если ты длительное время, там, пару недель не постила, то Инстаграм не подбивает твою выдачу. Тогда, ну, ее можно легко вернуть. То есть, если у тебя есть определенное количество подписчиков, которые тебя постоянно смотрят, они тебя и будут смотреть. Они даже будут спрашивать, где ты, что ты, не будут тебя отслеживать. То есть, если ты создаешь качественный контент, то все делается гораздо проще. Мне кажется, даже проблема большинства фотографов в том, что мы выкладываем там посредственные фотографии в Инстаграм. Да, да. И думаем, ну, блин, почему я не набрала лайки? Она не набрала лайки, да. Вот ты, когда выкладываешь контент, у тебя больше заходит фото или видео? Знаешь, я опубликовала несколько видео, но не могу сказать, что они прям вот зашли именно за таким словом, потому что, в принципе, ранжирование такое же, как и в Фейсбуке. То есть, если человек не посмотрел какой-то процент от видео, то Инстаграм считает, что оно не актуально и оно его просто не показывает в ленте пользователям. Я просто, почему задаю тебе вопрос, потому что я столкнулся с тем, что фоточки у меня дают гораздо больший охват, то есть, их комментят, их лайкают, их сохраняют, но, к примеру, когда я выкладываю видео, его не все просмотра, ну, то есть, просмотров много, но никаких реакций нет, а Инстаграм как раз отслеживает реакции, то есть, вовлечения, отслеживает комментарии, лайки, сохранения, либо видосы посредственные, либо действительно, то есть, вот я пока не нашел для себя четкого аргумента, но я вижу, что я видео сейчас буду выкладывать меньше, потому что он существенно снижает мои охваты. Для разнообразия профиля это важно, конечно, но на мой профиль это влияет вот так. Ну, ты знаешь, я тебе тоже тут скажу, каждому свое, у одних действует одно, у других действует другое, то есть, кому-то смотреть интереснее видео, они там, да, будут реакции давать, и не смотреть на фотографии, или реакции будет намного меньше, у других наоборот. зависит еще и от целевой аудитории. Да, целевой аудитории, которая тебя смотрит. Может быть, были какие-то ключевые действия для твоего Инстаграма, ну, то есть, которые вот взорвали рост подписчиков. Может, что-то бы ты сделала такое, что вот произошел выстрел какой-то, Инстаграм выдал тебя в популярный и начали подписываться сумасшедшие люди. Такие выстрелы, они не то чтобы фантомы, они так происходят, потом они там пропадают, и ты даже не успеваешь понять, почему он произошел. То есть, допустим, какие-то если розыгрыши, то да, подписчики есть, потом подписчики ушли, потому что, как бы, в принципе, такой менталитет у людей. Но все же, чем круче ты делаешь публикации, тем больше ты над ней работаешь, тем больше будет реакция. Это как было в Фейсбуке, как и не это ранжирование, такое же ранжирование и в Инстаграме. А ты Фейсбук свой параллельно тоже с Инстаграмом развиваешь, так же? Нет, но в следующем году я планирую его развивать куда более круче. Как ты считаешь, какие вообще тренды Инстаграма? В 2017 году вот была синемография. Она была, конечно, и три года назад, и два года назад, но в 2017 она вот прям пробила. Мне кажется, что в 2018 как раз таки пойдет тренд на видео, который ты не будешь выкладывать. Но все и развивается, все идет вперед. Просто потому, что у нас есть, допустим, телефон и возможность записать крутой и качественный контент на тот же телефон. просто его выложить что в Инстаграм, что в Ютуб и, в принципе, прокачивать это все комплексно. Слушай, ну мир как-то будет существенно меняться. То есть, да, раньше, чтобы там, допустим, быть на Ютуб-канале нужно было там два марка снимать все это. Вот нас сейчас снимают два марка. Но хотя мы там влог наш с Египта, кому интересно, зайдите, посмотрите, мы снимали вообще на iPhone. То есть, я просто ходил и снимал на iPhone, на фронтальную камеру на семерке, я снял все видео с Египта. И Артем, который монтирует видео, он монтирует и говорит, блин, нахрена нам марки? Типа, давай все выбросим. Типа, давай просто снимаем на iPhone. ты же достался доволен на это. Да, потому что все меняется и мне вот интересно. Ну то есть, раньше были профессионалы, грубо говоря, которые все это, ну то есть, им нужно было куда-то обратиться, был сложный продакшн. Понятно, что все это сохраняется, но мир настолько меняется, что огромное количество людей будет генерировать крутой контент. То есть, контент станет доступней. Чем это чревато, я вот пока не могу понять. Может, ты можешь ответить на вопрос? Знаешь, всегда будут люди, которые делают что-то круче, что-то лучше. Ну и тут даже не столько вопрос конкуренции, сколько вопрос индивидуальности. Можно одну и ту же тематику видео снять по-другому. Как и в принципе съемка, кто-то монтирует так, кто-то монтирует круче, а кто-то именно в каком-то видео, которое не очень смонтировано, вставил какую-то фишку, которая вот всем понравилась, и все начали ее повторять. То есть, может быть, в таком контексте. То есть, зависит не только, грубо говоря, от качества видео, от идеи, от того, кто снимает, и всегда будет еще кто-то, кто делает это круче. Конечно, всегда. Расскажи, пожалуйста, ты вот недавно начала работать с фотобанками. Да. Что ты на них грузишь, что у тебя покупают, какие там ты видишь тренды, с какими ты начинаешь работать? Ты знаешь, я бы, наверное, не начала работать с фотобанками, если в принципе вот эти флэтлей, которые раскладки в Инстаграме, как-то раз мне просто друзья сказали, а, есть такая крутая штука, называется фотобанки. Я так подумала, ну, как, что, ну, и взглянула просто один раз. Ты знаешь, просто чисто с интереса, загрузила туда несколько фотографий, и я конкретно помню момент, когда там первая продажа, это такое, вау, ух ты. Телефон я использую только для видео, поэтому все фотографии должны быть более качественные и сделаны на фотоаппарат. И именно вот этот ажиотаж, что, боже, я же продал, и просто сидя дома, то есть ты там перекопал архивы, загрузил портфолио, но, в принципе, так, конечно, лучше не делать. Лучше просто заново на фотобанке снять, но у меня было чисто с интереса. Я загрузила, можно попробовать. И ты знаешь, я когда загрузила на фотобанк, и у меня так, оп, за несколько недель 50 продаж, и я сижу, это реально. Есть куда развиваться, что это направление очень даже перспективное. У меня на фотобанках сейчас продается флэтлей, просто немного переформатированный под фотобанк, потому что там нужно именно понимать специфику работы на них. Немножко место под текст, да? Да, да, да. Место под текст, убирать какие-то элементы, потому что там одному человеку нравится твоя чашка, второму не нравится, нужно это учитывать. И если сделать одну фотографию с чашкой, и она не продается, по ней садить нельзя. То есть, это надо понять. И еще ты делаешь вдогонку флэтлейм стоп-моушен, когда ты снимаешь, как происходит сам процесс выкладки, правильно? Практически, да. Есть как бы два варианта стоп-моушена, это вот сам процесс выкладки, а есть стоп-моушен, то есть в моем понимании, и в принципе, как я делаю, это когда предметы сами по себе двигаются в кадре, когда ты делаешь в принципе ту же композицию, но на каждом последующем снимке просто передвигаешь какой-то предмет. Но это при условии того, что камера зафиксирована, и у тебя получится цельное видео. И свет одинаковый. Да, и свет одинаковый. Скажи, пожалуйста, вот на каких фотобанках может быть ты есть, или какие для тебя сейчас на данный момент самые успешные? На данный момент вот прям для себя могу выделить, это Shutterstock и Deposit Photos. И Deposit Photos, мне кажется, даже более лояльный, чем Shutterstock. Ну, может быть, просто на Shutterstock я просто слышала такое мнение, что фотографии должны еще отлежаться немного. Но пока ближе к депозит, буду над ним работать. Мы пригласили тебя в нашем курсе по фотобанкам, который стартует в конце января, прочитать как раз две лекции по твоим темам, в которых ты очень сильна. Это Flatlay и Stop Motion. И ты и то, и то используешь на фотобанках. И мы бы хотели, так как это важные тренды, которые нельзя игнорировать, чтобы у нас были в курсе эти темы, потому что за ними будущее. И Flatlay – это вообще настолько, мне кажется, потрясающая штука. Там любая девушка, любая мама, любой парень дома могут взять стол, подвинуть его к окну, положить, снять что-то. И это покупается. Да. Расскажи, пожалуйста, может быть, пару рекомендаций новичкам, которые переживают, которые на самом деле значительно старше тебя, но почему-то переживают. То есть ты взяла и сделала. Какое должно быть качество человека, чтобы он взял и выложил свои фотографии на фотобанк? То есть настойчивость, интерес, желание работать, желание чего-то добиваться. Что тебя отличает? Я не думала, что фотографии будут продаваться, как и все думают поначалу, пока я не занялась этим. Но ты знаешь, сейчас я грыжу по 10 снимков в день, то есть в неделю где-то около 50 снимков. И если так посчитать, то за месяц выходит ну где-то 250. Если хорошо поработать, то 500. и если собрать действительно хорошее портфолио, если грамотно собирать его и действительно не лениться, потому что ничего вот так прям с нуля не бывает, нужно хорошо поработать, прежде чем были какие-то результаты. И только потом это портфолио будет работать на тебя. Я это прекрасно понимаю, и многие, наверное, боятся начинать работать с фотобанками. Именно поэтому, потому что нужно какой-то определенный кусок работы сначала вложить, сделать. Это как время, обработка, съемка, подбор всех реквизитов, как бы планировка. И они от этого отказываются. На это не надо жалеть времени. Надо просто сесть, обдумать, поработать. И реально в последующем или даже может быть сразу принесет как продажи, так и в принципе позитивный фидбэк. Слушай, а были у тебя съемки, в которых ты много работала, много над ними старалась, но они вообще не купились ни разу? Ну то есть вот прям вообще ничего не зашло? Ты знаешь, я думаю, что эти съемки по-любому когда-то продадутся, потому что вот опять-таки есть такой момент, как фотография должна отлежаться, либо же фотография не актуальна в данный момент. То есть я могу загрузить какие-то летние фотографии зимой, и это понятно, что они не загрузятся. Или, например, в конце года загрузить Новый год. То есть он тоже не продастся. Просто тут надо следить за трендами, с трендами, которые будут и в принципе я могу сказать, что я как-то начинала интересоваться этой темой, то я посмотрела, что всегда актуальны три темы. Это какой-то праздник, который приближается, то есть он будет там через полгода, через три месяца. Это то, что актуально время года. То есть вот если сегодня зима, снимаем какао, шапки, снежинки, все вот такое вот. и третье это вот любовь, счастье, люди, вот всякое вот такое, что нас повседневной жизнью окружает. Но я бы еще выделил такую штуку, которую ты не назвала. У тебя в Инстаграме этого много. Это такой лайфстайл определенный. То есть фотографии в стиле лайфстайл, который сейчас мега модный, популярный, для тревела. На следующий год я тоже читала тренды, что именно вот это лайфстайл и тревел фотографии, то есть люди стали более открыты, они начали жить полной жизнью. И фотостоки тоже начали отслеживать эти тренды и вот эти фотографии как сейчас, так и в следующем году будут набирать популярности и я думаю дальше тоже так и будет. А скажи вот этот вот сам лайфстайл, который ты обрела. То есть ты едешь куда-то в красивое место в Украине, снимаешь то, что ты хочешь. Во-первых, тебя вдохновляет локация, во-вторых, вдохновляют сами фотографии на что-то. Ты делаешь эти фотографии и по сути удовлетворяешь потребности бренда, который тебе заказал, свои потребности и потом эти фотографии еще можешь использовать какие-то из них для себя там в стоковой фотографии. Вот как этот лайфстайл к тебе пришел, как он нашел тебя, как ты его нашла, насколько он тебя впирает? Мне кажется, что именно вот этот лайфстайл это то, что ты из себя представляешь, то видение жизни, которые ты в принципе можешь показать и которые видят другие, но возможно они этого как бы не отслеживают постоянно. Ты хочешь показать через призму фотоаппарата. На самом деле, вот именно вот это лайфстайл и траву фотография, она нам помогает открыться. Ты когда приезжаешь в новое место, ты начинаешь общаться с новыми людьми, начинается какая-то новая коммуникация. параллельно ты там пощелкиваешь какие-то снимки, которые в последующем ты можешь, конечно, загрузить на фотобанк, но ты смотришь, ты вдохновляешься, это какая-то эмоция, которую ты запоминаешь на фотоаппарат. Понятное дело, что это все фотографируешь, как бы и ты дальше едешь, дальше едешь. И вот эти проекты, я не могу их считать проектами, я считаю, что это ежедневное вдохновение, которое в принципе должно присутствовать и у фотографов, и у всех людей, которые занимаются фотографией. Есть же и вторая сторона у этого лайфстайла, что ты все время в дороге, тебе все время, ну то есть это клевая штука, я сам понимаю, я много путешествовал, там жил 4 месяца на Шри-Ланке, кочевал, но это круто, да, но в итоге ты потом от этого очень сильно устаешь, ты хочется просто вернуться домой или к маме, или к любимому человеку, просто уткнуться носом куда-то в любимую подушку и поспать хотя бы, ну, ты начинаешь немножко вот уставать от самого эффекта дороги, так ли? Есть ли такая обратная сторона вот лайфстайла путешественника? Ты знаешь, наверное, это затрагивает только тех, кто находится долгое время на каком-то месте, но если ты поставил себе цель, допустим, куда-то переехать на ту же Шри-Ланку, ты говоришь, то ты объедешь ее всю и тебе будет каждый день интересно увидеть там новую локацию и объехать, допустим, все локации и тебе будет не скучно, да, ты будешь хотеть вернуться домой, но постоянно будет что-то новое перед глазами, как бы мы привыкаем и именно поэтому каждый из нас где-то в душе хочет постоянно ездить и менять картинку, просто банально, потому что люди ежедневно работают, работают, работают и работают, а фотографы, когда показывают все вот эти красоты, которые мы привозим, которые привозят знакомые и все сидят, вау, класс, я хочу туда поехать, вот именно вот это вау, класс, я хочу поехать, надо на этом не заканчивать, надо взять себя просто в руки куда-то поехать, допустим, даже на три дня в Карпаты куда-то самому и просто ощутить вот эту атмосферу путешествия и понятие того, что не только всю жизнь работать надо, но работать надо не настолько, как мы привыкли это понимать. То есть поехать можно на самом деле и в Карпаты, и в Одессу, и с фотоаппаратом, и у нас очень много локаций, которых можно поснимать, это то, что ты демонстрируешь. Потому что многие, я знаю, переживают ребята, что типа вот поехать путешествовать, мне нужно много денег, мне нужно поехать в Европу, мне нужно, это же кофе 3 евро, и нужно вот туда-туда поехать, это все сложно. То есть мне нравится, что ты показываешь вот сторону очень простую бюджетного туризма в Украине. Знаешь, я об этом думала, но я могу рассказать как раз-таки про вот этот инструмент в Бакоте. Я на него на три дня потратила гривен 300-400. Это все было настолько... Я даже не могу передать все эмоции. Когда мы туда приехали, там есть такая серпантинная дорога, мы ехали в автобусе, в котором горела проводка, еще тут надымилась пыль, и ты вот автобус забит, потому что в маленьком Мерседес-Пенсе сидит. 28 человек, по-моему, там друг у друга на ручках сидят, это еще фотоаппараты, не разбей оптику, Аня, аккуратно не вылей воду на фотоаппарат, ну и все вот в таком духе. Ты приезжаешь, думаешь, выходишь с автобуса такой, фух, все, я от этого отдулся. Да, это было бюджетно, но это эмоции. Там стояли такие маленькие трейлеры. Я не знаю, из каких девяностых их привезли, конечно, но мы когда открыли, то есть, в принципе, мы когда ехали, мы знаем, что мы будем жить в трейлерах. Ну, в моем понимании, трейлер, это как в Америке такой трейлер крутой. Мы туда приехали, мы поняли, что там, наверное, в последний раз была дискотека в девяностых, больше их никто не трогал. Ты открываешь дверь, дверь вываливается, ты смотришь, там везде висит паутина, а ты думаешь, боже, тебе тут еще два дня жить. Но то, что мы увидели на следующий день, то есть, это вот мы приехали, поспали, отдохнули. Когда мы начали ходить именно по самой Бакоте, это настолько крутое и красивое место, и я считаю, что всем нужно как бы хоть раз в жизни, именно если будешь ездить по Украине, туда заехать, потому что это невероятная красота. Ты вот проходишь еще километр, и ты находишь что-то еще более красивое, то, что ты видел километр назад. Ну и, понятное дело, какие-то вот вечера в больших компаниях, ты сидишь у костра с гитарой. Это все эмоции, которые ты вот так вот собираешь, это все коммуникация, это моменты, и какие-то вот детали, которые тебя формируют. И это круто, и мне кажется, что те 400 гривен, которые ты думаешь, блин, ну, их надо потратить, или не тратить, а потом, ну ладно, поеду, но потом ты получишь колоссальный опыт. Прикольно. Меня такая штука вдохновляет. А скажи, ты вот все время говоришь, мы-мы, вот как людям в поездках найти единомышленников, с кем ты ездишь непосредственно, где вы находите друг друга? Ну, знаешь, я всегда езжу с фотографами, ну, в нашей компании, конечно, есть разные люди, но предпочтение это те, кто занимается фотографией, и хоть как-то с ней связаны. Мне кажется, что любая компания найдет, то есть вот у вас есть друг лучший, просто берете лучшего друга и едете с ним куда-то. Это не должна быть огромной компанией, вы должны получить эмоцию. За вами потянутся другие, когда вы приедете и поделитесь. У нас, в принципе, так и собиралось. Сначала было два человека, потом стало шесть, потом стали большие компании собирать и куда-то выезжать, а сейчас, если вот какое-то там, допустим, глобальная встреча, то мы берем и собираемся, допустим, в Киеве, либо же во Львове. И вот так вот, когда ты будешь ездить, ты будешь знакомиться, у тебя в каждом городе будут люди, то есть ты будешь приезжать и знать, что вот у меня тут есть знакомые, если ты приехал сам. А если у тебя есть лучший друг, то его, наверное, просто надо иногда на это подбить. Его надо просто взять за руку и реально поехать. Но все же, если вам не с кем поехать, и вы думаете, как все-таки куда-то выбраться, то есть такая крутая штука, как каучсерф. В принципе, ей можно доверять, наши еще не совсем доверяют ей, так же, как, в принципе, и Блаблакар, но мы уже более лояльно начались относиться к этому. Вот каучсерф – это, по-моему, следующий этап в Украине, когда можно будет куда-то приезжать, знакомиться с людьми и, в принципе, вот так вот расширять какие-то возможности. Это когда человек может предоставить вам апартаменты в любом месте, потому что ему тоже интересно пообщаться, и он тоже им пользуется, может ездить по всему миру, путешествовать, жить на Мальдивах бесплатно, где угодно бесплатно, заранее пишите. Но для этого во многом нужно быть интересной личностью. Ну, то есть, или хоть как-то отображать, кто ты в своем профиле, чтобы людям хотелось тебя пустить к себе. Потому что если у тебя там пустая аватарка, то люди тоже будут стрематься. Спасибо тебе огромное за то, что поделилась информацией, за то, что пришла в гости. Это очень вдохновляет твой лайфстайл, твоя бойкость, твоя стойкость на данном этапе развития. Это очень-очень круто. Спасибо. Пожалуйста, буду очень рад видеть тебя в курсе. Мы уже записали с тобой несколько лекций для нашего курса. Прямо под этим видео мы разместим ссылочку на Анин Инстаграм. Он очень популярный. Заходите, подписывайтесь. Мы разместим ссылочку на наш курс. Вы тоже переходите, подписывайтесь. Будет ссылка на вебинар по фотобанкам и будет ссылка на наш основной курс. Если вам видео было полезно и вы хотите видеть больше подобных спикеров, нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал, залайкайте это видео. Если не понравилось, не лайкайте это видео, сделайте какую-то реакцию и проявите свою оценку данного видео. Я считаю, что за такими людьми будущее. И я буду приглашать их больше и больше в нашу студию, чтобы здесь не было только засидевшихся 40-летних фотографов, которые уже достигли чего-то и со стороны своей короны что-то там рассказывают. Спасибо за то, что вы были с нами, за просмотр, за новых встреч на нашем канале и нашей рубрике «Будь в тренде». и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok